В Якутии уже третий месяц горит лес, несмотря на то, что за минувшие сутки площадь пожаров сократилась почти вдвое, с 71 тысячи гектаров до 35 тысяч, режим ЧАЭС регионального уровня по-прежнему сохраняется. Между тем, на этой неделе глава Минприроды России Сергей Донской поручил взять ситуацию в Якутии под особый контроль. Рослесхоз заявляет, что власти Якутии не заключили контракт на тушение лесных пожаров до возникновения ЧАЭС и до последнего не обращались за федеральной помощью. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле и может ли регион сам справиться с огненной стихией. Тему продолжит Туяра Филиппова. Последние три месяца все внимание мировых СМИ обращено на Португалию. Там бушуют масштабные лесные пожары, которые унесли жизни уже почти 70 человек. Сотни людей пострадали. На борьбу со стихией власти бросили тысячи человек. Свою помощь оказывают страны Евросоюза. В Якутии это лето тоже выдалось жарким в прямом смысле. Горели леса, жители спасались не только от изнуряющей жары, но и страдали от смога лесных пожаров. А в некоторых районах даже вынуждены были частично эвакуировать местное население. Вся территория республики практически находится на территории вечной мерзлоты. Единственное, что защищает сейчас от таяния эту вечную мерзлоту, это, конечно, наши леса. И с этой точки зрения нас тревожат вот эти пожары, непрекращающиеся каждый год. Даже дело не в том, что неделями здесь стоит смог от дыма, что тоже вредно для здоровья, но и то, что выгорают большие площади лесов. В этом году Рослисхоз направил в Якутию около 200 десантников-парашютистов из Чувашии, Иркутской и Московской областей и задействовал порядка 100 работников службы авиалисохраны. Пожары тушили не только традиционным сбрасыванием воды с воздуха, но и вызовом искусственных дождей. Правда, ни традиционные, ни новые методы эффекта особого не дали. Бороться с огнём, когда он уже распространился, намного сложнее. Об этом на неделе говорил и полпредпрезидент России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Нужно и очень серьёзно позаниматься космическим мониторингом. У нас сегодня космос видит предметы, скажем так, уже в сантиметрах выражающиеся. Почему-то Рослисхоз даёт данные мониторинга, начиная с площади возгорания 25 гектаров. Абсолютно недопустимо. Когда огонь распространился на 25 гектаров, он уже горит не один день, и тушить его уже невозможно. Его можно только границами локализовать, его надо ловить сразу. Достаточное количество нарушителей поймано, им будут предъявлены соответствующие иски, они будут наказаны. Мы вчера говорили о том, что надо это публичить, люди должны знать по вине. Кого именно вокруг них выгорели леса. Власти Якутии не первый год говорят о необходимости ловить огонь сразу. И просят для этого у федерального центра не только людей, но в первую очередь деньги для авиамониторинга и оперативного выявления очагов, чтобы тушить их ещё на том этапе, когда они ещё не разрослись. Наша задача вовремя пожар найти, вовремя локализовать и ликвидировать в течение короткого периода. Это намного проще сделать и намного эффективнее, чем потом тушить сотни тысяч гектаров. Республика получает всего 3 рубля на гектар. По Дальнему Востоку это получается 9 рублей на гектар по субъектам. А в целом по России 25 рублей на гектар. Видите, какое несоответствие. А при наших расстояниях, если мы делаем дислокацию, перебрасываем людей, технику, авиационный налёт, у нас наоборот должно быть финансирование больше. Герой труда России, руководитель хангаласского лесхоза Варвара Устинова работала ещё в те времена, когда на тушение лесных пожаров средств выделялось гораздо больше, чем сейчас. И поэтому была возможность вовремя реагировать и справляться с огнём. Якутия в настоящее время тушит пожары на 250 миллионов гектарах. Из них, значит, Федеральное агентство лесного хозяйства нас финансирует только на 40 миллионов гектаров. Это на земной зоне и авиационной зоне обслуживания. Остальная часть 216 миллионов гектаров у нас никто не финансирует. Помимо методики, которая не учитывает особенности Якутии, техника, применяемая для тушения пожаров, давно устарела, а на новую средств нет. Ещё одна проблема – недофинансирование. По данным Департамента по лесным отношениям республики, федеральный бюджет направил в Якутию в этом году на тушение пожаров лишь 35 миллионов рублей из средств Рослесхоза. При этом на сегодняшний день в регионе уже сложилась кредиторская задолженность за проведённую работу по тушению пожаров в размере почти 350 миллионов рублей. Сегодня мы практически работаем в кредит, то есть все наши авиапорта и авиакомпании, они работают, невзирая на то, что мы не можем на сегодня оплатить их расходы. Методика распределения средств на тушение пожаров сама по себе абсурдна. Сейчас средства между регионами делятся, исходя из количества населения, а не по площади лесов. В итоге Якутия, где 20% леса страны и всего около 900 тысяч жителей, получает меньше всех средств. Между тем в Португалии на этой неделе горят почти 100 тысяч гектаров леса. Их тушением занимаются 3000 пожарных, и это не считая армию. В Якутии, которая в 30 раз больше этой европейской страны, на тушении порядка 70 тысяч гектаров работали всего 486 человек. Сейчас пожары в республике идут на убыль. Вместе с тем МЧС напоминает, что режим ЧС в лесах по-прежнему сохраняется и призывает жителей быть бдительными, не разводить костры на природе, не сжечь сухую траву.